Предвыборная гонка началась. В Югре начал работу избирательный штаб кандидатов президента Владимира Путина. Площадка объединила людей разного возраста и профессий. Активисты рассказали, что полностью готовы включиться в этот масштабный проект. Подробнее о том, чем будет заниматься штаб, расскажем в следующем сюжете. Выходных не будет. И этот факт в избирательном штабе кандидатов президента точно никого не смущает. Наоборот, настрой боевой. Представители Народного фронта, партийцы Единой России, волонтеры и общественники готовы работать на результат. А работа предстоит большая и ответственная. Сбор подписей в поддержку самого движенца Путина. Мы, конечно, большое внимание уделяем сейчас обучению волонтеров для того, чтобы абсолютно прозрачно, абсолютно законно проходил сбор подписей. И волонтеры себя чувствовали уверенно и могли предоставить возможность благодаря своей активной работе каждому гражданину, который хотел бы оставить свою подпись, ее оставить. Региональный штаб находится в Ханты-Мансийске на улице Энгельса, 45. В первый же день работы координаторы обсудили с волонтерами из всех муниципалитетов Югры детали и тонкости предстоящей избирательной кампании. Как правильно вносить данные, как разговаривать с людьми и так далее. К слову, сбором подписей деятельности штаба и поддержки не ограничивается. Центральный штаб поддержки кандидата в президенты Владимира Владимировича недавно открылся в Москве. Без промедления в Ханты-Мансийском автономном округе Югре открылся штаб, в котором будет вестись активная работа по сбору подписей. Но и не только. Здесь ведется сейчас подготовка волонтеров. Будут проходить встречи с доверенными лицами. И очень много других интересных мероприятий, связанных с предстоящей кампанией. Добавлю, что оставить подпись за кандидата можно будет в любом уголке округа. Например, специальные стойки с волонтерами можно будет найти в торговых центрах Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Коголыма, Нягоне, Югорска и других муниципалитетах. А поставить подпись в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина югорчане смогут до конца января. Отмечу, что на выборы действующий глава государства идет как самовыдвиженец. И по закону ему нужно собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. Недавно инициативная группа избирателей, а это 700 человек, выразила кандидату единогласную поддержку. О намерениях баллотироваться Владимир Путин сообщил 8 декабря после церемонии вручения наград в честь Дня Героев Отечества. В минувшие выходные с кандидатами в президенты определились сразу несколько политических партий. Решение принимали на съездах. Так, справедливо роться поддержат самовыдвиженца Владимира Путина. КПРФ выдвинула депутата Госдумы Николая Харитонова. А партия «Гражданская инициатива» депутата Совета подмосковного Долгопрудного Бориса Надеждина. Новые люди объявили об объединении с партией «Роста» и выдвинули единого кандидата. Им стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Ранее на съезде ЛДПР кандидатам на выборах выдвинули главу партии Леонида Слуцкого. А Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатам в президенты самовыдвиженца, экс-депутата городской думы Ржева Екатерину Дунцову. Причины отказа в комиссии назвали многочисленными нарушениями в документах. Напомню, что самые главные выборы в стране пройдут весной следующего года. Продлится голосование три дня с 15 по 17 марта. Продолжение следует...